Всем привет! Сегодня мы едем на море в Краснодарский край из Санкт-Петербурга. Буду показывать всё то, что с нами будет происходить все эти дни, всю дорогу. Постараюсь показывать по максимуму, делиться своими впечатлениями. Удачи нам! Сейчас мы будем собираться. Предстоит собрать вещи, купить продукты и в путь дорогу. Поехали! В общем, сейчас передо мной стоит задача купить подушку для шеи. Автомобильная подушка для путешествий, потому что моя, как назло, перед отъездом порвалась. Хочется купить какую-то комфортную, поэтому едем в магазин, посмотрим, что вообще есть. Здесь какие-то они не очень удобные. Удобно, когда оно вот так вот скрепляется и держится. Я читала отзывы в интернете, что когда без этого скрепления, то плохо. И вот сейчас реально я пробую как-то, ну не то что-то. Вот они вот такие вот разные. Есть вот такая ещё, но она внутри с какими-то шариками тоже она не особо держит. Такие вот автомобильные подушки. Есть даже детские такие. С заклёпками тоже плашенка. Это с сверочкой. Сейчас посмотрю. Да, с сверочкой. Это такие видео, это типо... Все, берем. Ну что, а тут и белорок? Ну, это типа, наверное. В общем, купили мы наши подушечки, слава богу. Материал нам понравился в этом магазине. Так что идем дальше выполнять все наши дела. В общем, вот она такая вот подушечка для шеи. Так-то удобно, да, в принципе. Очень здорово, особенно в таких длительных путешествиях. Да я обычно, даже когда просто езжу на машине, я вот всегда надевала надувную подушку. Вот. Удобно. Посмотрим, как она себя в путешествии поведет. В общем, в этом магазине, в континенте мы купили эти подушки. Это станция метро Бухарестская. В Питер снова пришла жара. 30 градусов. Из жары едем в жару. Ну что, мы выехали, наконец-то, на часах 12-30 ночи. Да-да, не удивляйтесь. Приедем в Москву в самые пробки. Познаем, что такое пробочная столица нашей родины. Конечно, не хотелось ехать в пробки, но так уж получилось, что долго собирались, было много забот. И вот поэтому сейчас уже на заправке. Первая заправка нашего путешествия. И в путь-дорогу из Питера до Москвы по М11. Москва первая наша точка остановки. Почему? Я никогда не была в Москве. Никогда, даже, ни в одном из аэропортов. Поэтому ради меня мы заезжаем в Москву. И потом поедем на Красную площадь. У нас будет одно моё желание. Мечта. Вот так вот. Вот так вот начнётся наше путешествие. Так как едем ночью, естественно, ничего такого интересного по дороге мы не увидим. Понятно, что мы едем по платной дороге. Поэтому она, по идее, должна быть освещена. Всё, конечно, посмотрим, увидим. Потому что раньше, когда мы ездили на юг, мы ездили вообще по другой абсолютно трассе. И это были неоплатные дороги. Так как у нас нету транспордера, ну, вы поняли. Естественно, мы будем оплачивать либо карты, либо кассиру. Ну, как там есть. А, здесь, значит, оплата такая. Сам. Здесь сначала нужно взять билет. А, да, точно. Здесь такого. Да, точно, это на выезде. Точно мы сейчас берём билет. Написано, нажмите на кнопку для получения билета. Мы такие лучше ещё до этой кнопки. Нажимаем, хоба. Вылазит бумажечка наша. Вот она. И мы поехали. Да, зелёный свет загорелся, и мы поехали. Это нам нужен талон будет, чтобы потом оплачивать при выезде. Видите, сейчас у нас будет поворот на Москву. М-11 трасса. Москва. До Москвы нам, получается, 700 километров. Там чуть меньше. 130 можно идти по этой магистрали. Но это ведь магистраль считается, по идее. Главное, да. Ну, просто то, что, насколько я помню, всё, что выше 110, это же магистраль считается. Ночью ехать выгоднее, потому что цены вроде как меньше. Так что мы посмотрим, уже когда будем выезжать, есть ли вообще какая-то разница. Всё, Петербург. Пока-пока. Впереди Москва. Меня тут решили исправить, поумничать, что не магистраль, а автомагистраль. Прислушаемся, потому что это правильно. Едем по автомагистрали. Останавливаемся перед Москва. В общем, так. Смотри, какой домок красивый. Ого. Классно. Точно, красиво. Да. На улице сейчас знаешь, сколько погладает? Было 15, сейчас должно... Сейчас время 4 утра. Но, по идее, блин, холодно, наверное. Не столько же, наверное. Я не спорю. Ого, нет. Туманная дорога, да, такая? Это да. Вот сейчас, когда вот посветлело, уже ты видишь, какие деревья вокруг. А так, в темноте ничего не было видно. Вот то, что только едешь, дорога, фонари. Но это хорошо, что дорога освещенная, потому что, ну, я когда вспоминаю, большая часть пути, когда мы ездили на юг, извините, там темнота была. Ну, на то это, как бы, и платная трасса, да. Это хорошо, что освещено, потому что по темноте очень тяжело ехать. Особенно, если это не магистрали, потому что вот эти вот деревни, как я помню, ну, это, конечно, интересно, но тяжело. Когда вот эти 40 километров в час ограничения, вот, а тут едешь, и все. Время у нас 4.40, и у нас солнце, восход. Так что все, новый день начался полноценно, солнышко. До съезда с трассы нам осталось буквально 9 километров. Эта платная трасса будет заканчиваться, и нам предстоит первая оплата. Это мы идем сейчас на город Тверь. Солнышко нас приветствует. Ну да, тут туман еще есть. Вот мы подъезжаем к пункту оплаты. Столько машин стоит. Мы сейчас посмотрим. Тут, получается, разные окошки в зависимости от того, как ты хочешь оплачивать. Есть те, у кого, как мы уже говорили, транспордер, транспондер. Он самый. Транспордер. Транспондер, да. А есть вот оплата там безналом. Что-то там, как там, NFC называется, да, еще вот как? Так, ну вот сейчас посмотрим. Да, взяли. Угу. Все сразу же забыло в всякий случай. Так, подъезжаем. Здесь у нас, видимо, самообслуживание. Так, тикет надо вставить в эту сторону. Вот так вот. Опа. Пожалуйста, оплатить поездку. К оплате 1450. О, просто шло. Успешно. Все, зеленый свет. Мы едем дальше. Всю дорогу, очень интересные названия рек, причем такие прям славянские, такие какие-то русские, особенно когда ехали в Новгородской области, они прям такие необычные. Особенно ты это понимаешь, пожив на йоге, я уже вот отвыкла от таких вот именно русских названий, потому что там, там что-то другое. А тут прям едешь и смотришь, все какое-то необычное. Например, какая-то река Блополист, по-моему. Очень интересно. Впереди у нас следующий пункт, где выдают билеты на платную дорогу. Вот. Получается второй пункт. Посмотрим, что будет здесь. Это, получается, дорога прямо до Москвы. Вот это вот. Получается, да. Вот так, а какой-то нам надо. Ну, справа. А, здесь тоже выдают бумажку. Ну да. Здесь тоже нет пока человека. Человека. Нету человека здесь. Одни роботы. Одни роботы. Перед нами машина получила билетик. А, а что он билет не взял? А, это мне что? Возьмите билет на нижнем уровне. Счастливого пути. И тому. Вот эти. Оказывается, подъезжая к Москве, мы проезжаем в Шереметьево. Вот так медленно. Ну и подъезжаем к пункту оплаты. Вот это я понимаю. Вот это Москва. Сразу понятно, где мы. Это, я даже не представляю, сколько здесь окошек в обе стороны. Ну и посмотрим сейчас, сколько с нас возьмут денег. Здесь уже люди должны быть, да? Наверное. А может и нет. Да, тут уже люди есть. Люди. Угу. Серьезно. Здрасте. Так. Городочка. По карте оплата. 980. 980. Сейчас. 980. Целый вырос на. Вот это да. Вот это высота дороги. Ничего себе. Это уже она. Да. Домины. Угу. Ну это и понятно, такой огромный город. Спрос на жилье. Да. Хотя казалось бы, вот тут дорога такая шумная, да? И вот прям рядом тоже с ней. Как в Питере. Да. Это вот жилые, что ли? Шок. Хм. Москва — это город удивления для тех, кто приехал с провинции. Поэтому всё, на что я сейчас смотрю, так как это новый для меня город, оно вызывает какие-то удивления. В общем-то, у вас прошло буквально несколько секунд, а у нас много часов, потому что мы покушали, поспали, нашли место, где припарковаться, и теперь идём до метро, чтобы поехать в центр города. В Москве есть очень красивые станции. В Москве есть очень красивые станции, и пока мы делали пересадки, я на таких покаталась. Когда смотришь парад по телевизору, площадь кажется гораздо большей, а на деле она, в принципе, не такая уж и большая. Стоим сейчас на набережной и думаем, вот чем пахнет Москва-река. У неё вот какой-то очень странный запах, вот вроде бы какой-то даже болотный, я бы сказала.